Всем привет! Сегодня уже 20 марта, Московская область. Хочу вам показать схожесть томатов. В основном это сортовые томаты. Есть, конечно, и несколько гибридов. Выращиваю я их в стеклянной теплице. Высевала в два срока. 9 и 10 марта сеяла сухими семенами. Вот первый сорт это тетя Анна. Это семена свои. Высевала 8 штук, все 8 и взошли. Дальше гибрид Парпора. Это новинка для меня. 5 из 5. Отличная схожесть. Дальше Баба Надя. Высевала 4 и 3. Взошло. Семена хотя были свои. Черное сердце от Борисовны. Почему-то плоховато. Взошло. Семена свои были. 8 сеяла. 5 взошло. Дальше Украинка. Сеяла 7. Взошли 6. Семена тоже свои. Бычье сердце кистевое. Это новинка. Высевала 6. Взошли 7. Ирландский ликер. Тоже своими семенами. Высевала 5 штук. Взошли 4. Суперэкзотик. Это тоже новинка. Сортовой томат. Высевала 5. Взошли 4. Дальше Лискинос. Все 7 из 7. Семена свои. И австралиец. Это новинка. Сортовой томат. 5 из 5. В принципе схожесть хорошая. Уже показывается пара настоящих листьев. И пикировать, рассаживать паросадным пакетом я уже буду через дня 2. И эти томаты тоже высокорослые. Высевала также только 10 марта. Долговязая Сали. 7. Высевала 5. Взошло. Сахар розовый. 5 из 5. Высевала свои семена. Сладкий Касаде. Высевала 5. 5. Взошло. Немецкое сердце Гомера. Высевала 8. Восемь взошли. Требус. Это гибрид. 5 штук высевала. 4 взошли. Но они всходят почему-то долго. Дальше Кира. Вот эти 2 штуки. Я их 2 и сеяла. Это остатки семян. С прошлого года 100% взошли. Углерод. Вот он. Это новинка. Сортовой томат. 6 из 6. Дальше Бурлак. Это тоже новинка для меня. Из 7. 5 взошло. Южный Загар. Высевала 7 штук. Своими семенами 100% всхожесть. И Гребешки. Тоже новинка для меня. 5 высевала. 4 взошло. Вот. В принципе, они все одинаково выглядят. Некоторые еще маленькие настоящие листики только дают. Вот как раз через дня 3 будет отлично для того, чтобы рассаживать уже по пакетам. А сейчас просто полив. По чвосмесью у меня здесь торф Акробалт смешан с биогумусом. Примерно 70 на 30. Вот такая всхожесть. Неплохо взошли. Я сеяла с запасом. Поэтому этих мне сеянцев, этой рассады будет предостаточно. Еще вам хочу показать другую рассаду. Что у меня взошло. Это уже на стеллажах. Ну а здесь я установила стол. Поставила его поближе к мансардному окну. Лампу повесила. Потому что на стеллаже свет дневной вообще не проникал. А он, конечно, нужен для рассады. Здесь сладкие перцы. Баклажаны. Это острые перцы, низкорослые. Для кашпо. Буду их выращивать по 2 штуки в одном кашпо. Но, в принципе, выглядит все неплохо. Сегодня полила их. Рыхлю обязательно. Почвосмесь здесь своя. Приготовлена с осени. Вот так выглядит рассада. Сейчас еще стеллаж вам покажу. Ну и часть, конечно, рассады стоит на стеллаже. Вот видите, лампы выключила. И он прям в темноте. Рассадила буквально вчера по пол-литровым стаканам. Это камнеломка белая. Семена я свои собирала. Схожесть, конечно, была отличная. Очень много взошло. Это мелко такие пыльные семена. И я их рассаживала, как видите, кучкой. Я в прошлом году так же делала. Но в этом году тоже приживется. Будет отлично. Вот так она выглядит. Честно говоря, мне столько много-то и не надо. Но, может быть, что-то продам. Посмотрим. Доведу уже до высадки в открытый грунт. Посмотрю, какого качества будут растения. У меня, смотрите, здесь целый поддон большой. Сверху я присыпала вермикулитом. Вот так все это выглядит. На этой полке у меня гайлардия. Вот такая. Ну, какой-то кустик поменьше, какой-то побольше. В принципе, неплохо развивается. Это физостегия. Тоже неплохо выглядит. По пол-литровым стаканам рассаживала тоже. Это тоже недавно пересадила колокольчик. Начал как-то чахнуть. Мне не нравится. Это тоже мелкопыльные семена. Покупала у цветочницы. И рассаживала тоже кучкой. И начал лист бледнеть. Ну, как желтеть. Типа хлороза, что ли. Ну, вот пришлось рассадить по два, где-то по одному штучки. Тоже посмотрим, как отойдет, не отойдет. Вот так, где-то по четыре, если мелкие. Мелко-мелко вот эту рассаду, конечно, сложно пересаживать. Это мелкозубчатая примула. Буквально вчера ее рассадила. Тоже высаживала изначально кучками. Потому что сеницы были очень мелкие. И тоже начал лист желтеть. Вот даже видно немножко. Он такой, знаете, не очень-то зеленый. Вот думаю, что из-за скучности большой начал желтеть. Я думаю, сейчас выровняется все. Вот. По четыре, где-то по пять настоящих листиков. Примула, ну-ка, зубчатая. Здесь у меня растет дельфиниум. Вот так рассаживала. Где-то по два, где-то по одному. Смотрите, он у меня уже на бутонах. Я когда это увидела, это вообще... Смотрите, бутоны. Растение маленькое, а уже бутоны дает. Я, конечно, написала в личные сообщения цветочнице, у которой покупала эти семена, я говорю, что делать. Потому что растение маленькое, а здесь уже в цвету половина у меня рассады уже на бутонах. Она сказала верхушку прищипнуть, и тогда он будет более пышный, кустистый. Видите, он как в одну палочку растет. Но некоторые пышные такие, видите, призимистые. Сейчас покажу. Вот какой пышный кустик. А некоторые вот в один стебель. Поэтому я сейчас буду все прищипывать. Смотрите, на бутонах. Вот они, бутоны. И этот на бутонах. В общем, все отщипну, чтобы был кустистый. Мне сейчас цвет, конечно же, не нужен. В принципе, вот. Вот так выглядит полка. Дальше высевала я лабелию 7 марта. Это лабелия серия Ривьера. Кустовая в основном. Вот лазурная взошла отлично. Семена были в гранулах. Я обычно всегда раньше в таблетке высеяла вот эти гранулы. В этом году решила обойтись без таблеток. Не тратить на это деньги. И вот посадила в общую плошку. Взошла отлично. Семена свежие. Схожесть отличная. Это вот тоже Ривьера серая. Голубая. 20 гранул было. 20 дрожжей. И вот, смотрите, все взошло отлично. Такими кучками. В каждом дрожжей от 3 до 5 семян. Это сплэш. Чуть-чуть похуже всходит. Но тоже все гранулы. Самое плохо всходит это регата. Это длина черешковая. Одна единственная. Видно, что всходы есть. Это семена прошлогодние. Может быть, схожесть уже потеряна. Но слабенько всходит. Здесь, может быть, гранулы 4-5 взошло. Сколько их всего было? 10. Может быть, что-то и получится. А в этой пложке я тоже Ривьеру сеяла. Только белого цвета. Вот она тоже всходит. Чуть похуже, но всходит. Семена тоже прошлогодние. Наверное, лобелия все-таки всхожесть теряет. Если свежие семена я в этом году покупала, они вон и взошли хорошо. А здесь, видите, но всходит. Здесь у меня, видите, тоже примула мелкозубчатая рассажена. Где-то по одной, где-то по две, по три штуки. Вот такая, видите. Она так внешняя, она очень хорошенькая. Мы посмотрим, по одной будет расти. Может быть, пойдет в рост быстрее, чем кучкой. Здесь высевала я лук-эксибишен. Какого числа не написано? Нет, написано 15 февраля я сеяла. Я его подстригла. Схожесть здесь, наверное, процентов 80. Вот так вот он выглядит. В принципе, неплохо. Мне этого, конечно, достаточно. Ну, а там часть перцев внизу, остальная. На сегодняшний день у меня вся рассада. Сейчас включу лампу обязательно и буду прищипывать дельфинем. Это геоцинт сорт называется. Очень хочу его довести до высадки. Невероятной красоты цветок. И собрать семена. И уже в следующем году, если все получится, я уже буду высевать прямым посевом в грунт. Без рассады. Главное мне сейчас семена получить. Довести сначала до высадки, а потом уже собрать семена. Вот так. Лабелия сейчас взойдет хорошо. Будут уже хорошие кусты. И тогда я буду рассаживать по отдельным стаканам. И в открытый грунт высаживать. Несколько штук я хочу в кашпо подсадить для микса. Вот так. Камнеломка, конечно, отличная рассада. Свои семена, всхожесть была просто идеальна. Ну а томаты, как я уже сказала, буду рассаживать через несколько дней. По рассадным пакетам я их уже приготовила. Набила пучевосмесью. Пролила фитоспорином. Останется только рассадить и подписать. Подписывайтесь на YouTube канал. Подписывайтесь на Telegram канал. Я оставлю ссылку в описании под этим видео. Я вам желаю всего самого хорошего. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok